Я хочу вам показать, как я делаю для своего сайта фотографии моих изделий. Например, вот эти чехлы валяне. Я фотографирую, беру вот эту фотографию, фотографирую на белом фоне. Но, как видите, он получается сероватым, не хватает освещения. Значит, открываю эту фотографию с помощью фотошопа. Открыть с помощью фотошопа. Вот наша фотография. Я ее немножко сейчас сделаю посветлее. Коррекция уровня. И вот попытаюсь чуть-чуть немножечко осветлить. Сохраняю изменения. Теперь вырезаю. Вот есть у нас быстрое выделение. Просто ставлю мышку и обвожу вокруг чехла. Вот. Чехол у нас выделен. Видите, вот это бегают такие мурашки вокруг него. Теперь я нажимаю контр-жота. И у нас вот здесь появляется другой слой, на котором он уже прозрачный. Оставляем эту фотографию. Возвращаюсь обратно, где у меня есть тыльная сторона этого чехла. И тоже открываю с помощью фотошоп. Вот. У меня тоже немножко изображение не очень резкое. Например, этот я чуть-чуть затемню, чтобы был контракт, и было и хорошо выделять, и хорошо смотреть. Сохраняю. Уже у меня стоит здесь, на этой стрелочке, на быстром выделении. Нажимаю. Вот вы можете отпустить, оно будет вот только так выделено. Потом можем продолжать дальше. Видите, все выделено. Вот здесь немножечко у нас, как бы, белого чуть-чуть зацепило. Для этого, чтобы убрать это, для этого нажимаем Alt на клавиатуре, и чуть-чуть вот так раз, и оно стало у нас выделение меньше. А вот еще у нас внизу тоже нажимаем Alt. Вот теперь Alt отпускаем, идем с этой, с обратной стороны, и чуть-чуть добавляем. Все выделение у нас готово. Опять нажимаем Ctrl-Jota, и опять же у нас появился другой слой на прозрачном фоне. С этим мы закончили. Идем теперь, я создаю, допустим, файл размером. Учитывая, чтобы на одной фотографии, на одном изображении, поместилось два изображения чехла. Передняя сторона и задняя. Я выбрала размер 360 на 300. Выбираю белый фон. Сохраняю. Вот у меня эта фотография. Теперь переключаюсь на вот эту фотографию. Отделяю ее от слоя. Вот у нас она получается. Ставим на фотографию, на фон, который мы создали. И перетаскиваем. Вот обязательно надо, чтобы здесь стояла вот эта стрелочка, знать перетаскивание. Берем и вот тащим вниз. Не получилось сейчас. Раз. Вот когда у нас появилась белая рамка, вот здесь у нас такая белая рамка, это значит перетащилась. Этот слой мы обратно прикрепляем. Я не знаю, почему у меня получается вот здесь еще такой большой плакат. Я перехожу обратно на этот маленький. Видите, у меня чуть-чуть кусочек только видно. Зажав shift, чтобы не было искажения, изменений нашего изделия, я немножко тащу вниз. Отпускаю shift и перетаскиваю наверх. Опять у нас еще размер не тот, который нам нужен. Вписываем его в тот, который нам еще большеватый. Вот. Пока оставим так. Переходим ко второму рисунку. Вот этот второй рисунок. Ну, он, конечно, немножко тусклее, чем первый. Открепляем. Я не понимаю, подождите. Возвращаемся к этому. Почему-то он у нас не зафиксировался. Щелкаем два раза, чтобы зафиксировать его. Опять переходим к этому другому рисунку. Открепляем его. Переходим на этот рисунок, который будем переносить. Обязательно смотрите, чтобы стрелочка стояла вот здесь. И перетаскиваем. Вот видите, появилась сейчас белая у нас рамочка вокруг черного экрана. Отпускаем. Обратно прикрепляем. Видите, опять большой размер у нас. Зажимаем shift и уменьшаем, перетаскиваем. Еще раз. Вот уже теперь чересчур маленькое. Увеличиваем немножечко. Вот. Ну, света не хватило на этом рисунке, поэтому получился немножко тусклый. Два раза щелкаем, закрепляем. Так, ну, вот нам надо немножко повернуть. Вот здесь, когда появляется такая стрелочка на поворот, вот чуть-чуть вот так повернем его. Теперь, чтобы нам перейти и повернуть это, щелкаем, щелкаем, и оно не получается. Поэтому, когда мы стоим на этом слое, нам нужно поставить... Вот, когда мы применили все, теперь мы можем перейти на другой слой. Вот теперь активная вот эта у нас кромка. Тоже поворачиваем немножко. Вот мы немножко повернули, но у нас он чуть-чуть больше этого размера. Поэтому опять зажимаем shift и чуть-чуть уменьшаем. Вот так. Теперь еще раз поворачиваем. Вот. Ну, вроде бы получилось более-менее. Можно еще попробовать вот так ближе перетащить. Все. Вот два слоя у нас как бы на одном поле. Теперь я хочу еще написать логотип, скажем так, прозрачное имя моего сайта. Захожу здесь, нажимаю Т. Это значит написать буквы. Горизонтальный текст. И ставлю... Можно поставить в любом месте. Мы потом можем перенести. Ставлю и набираю. Я буду набирать на английском. Натали. Вот у меня набрался уже shift. Shift можно увеличить, уменьшить. Как мы это делаем? Вот здесь вверху есть шрифты. Вот размеры. Сначала надо выделить. Закрыть эту вкладочку надо вот так. Закрыть группу вкладок. Теперь, когда мы переходим сюда, выделяем. Видите, шрифт увеличился. Для меня, мне и 30 подходит. У каждого свои вкусы. Выбирайте. Вот. Теперь я его... Нажимаем стрелочку применить. Перетаскиваем. Нет. Сначала сделаем непрозрачность. Вот когда мы стоим на этом слое, вот здесь есть непрозрачность. Нажимаем. И видите, как сразу меняется у нас это. Сейчас более темное, а сейчас более прозрачное. Вот почти не видно. Вот я думаю, что так будет нормально. Применяем. Теперь, чтобы перетащить это, нажимаем вот эту стрелочку. Мы можем его перетаскивать вверх, вниз. Ну, в данный момент, чтобы можно было прочитать, я считаю, что лучше оставить вот здесь. Вот как это у меня получилось. Теперь сохраняем файл. Сохранить для веб. Вот здесь, в этой графе, мы можем набрать или PNG, или JPEG. Но JPEG занимает меньше места. Поэтому выбирайте, какой вам лучше. Сохраняем. Вот, даем имя. И все. И наш рисунок готов. Наша фотография для сайта готова. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!